Какая пища дает энергии? Ну, это жиры, это углеводы. То есть, эволюционно так сложилось, организм понимает, что если не хватает жизненных сил, то нужно увеличить жирность. Если нужно очень быструю энергию, то есть, чтобы голова соображала буквально прямо сейчас, нужно сладкого. Поэтому мы интуитивно, без всякого подписания врача или диетолога, тянемся в разных ситуациях. Либо шоколадки, конфетки, печеньки, либо чай с сахаром, либо стараемся есть больше жирного. Ну, на самом деле, я вам скажу, что в жирном это уж не так все страшно, потому что, например, как я человек, сейчас видно, лето без костюма, стройный. Так вот, для людей стройного телосложения энергия всегда в дефиците, поэтому для таких людей, как я, и думаю, что как вы, некоторые кусочек масла с утра, сливочного, это просто жизненные необходимости, особенно в зимний период, когда холодно. Потому что, естественно, энергия, это же не что-то такое мистическое. Вот не хватает тепловой энергии, организм должен сам себя разогреть, получить дополнительную тепловую энергию, просто чтобы сохранять гомеостаз. Поэтому жиры в этом случае необходимы, и маленький кусочек масла не повредит. Ну, есть такие, например, специалисты, которые даже советуют маленький кусочек несоверного сала с утра съесть, зимой, людям с дефицитом энергии. И как ни удивительно, не поверите, это помогает. Очень сильно помогает при дефиците энергии, вот как раз из жиров, обогащение пищи омега-Т кислотами, жирными, естественно, полиненасыщенными жирными кислотами, как точно они называются с точки зрения науки. Из рыбьего жира, например, мегаполинол у нас используется. В системе Соколинского я всегда советую с октября по март пить по капсуле мегаполинола по грамму омега-Т кислот. Потому что они помогают правильному метаболизму, и чисто на биохимическом уровне энергии больше. Вот из чего точно не образуется энергия, и скорее, куда она утекает. В пище. Это когда вы едите много мясной пищи. То есть, надо запомнить такую логику. Белки нужны для того, чтобы строить новые клетки. Белки сложнее всего перевариваются, и на них нужно больше всего, и более сложные ферменты нужны, чтобы переваривать белки. Если белки недопереварились, то получается гниение внутри кишечники и отравление организма, которое лишает человека энергии. Если человек растет, то есть, новые клетки нужны, ребенок, подросток, тогда мясо едим больше. Если человек занят физическим трудом, когда вы тренируетесь, например, в зале, поднимаете гантели, штангу, что угодно, то у вас разрушается часть клеток мышцы, она таким образом растет. То есть, нет надрыва мышечной ткани, не будет роста. Вот в этой ситуации, для восстановления мышечной ткани, для роста ее, когда вы физически трудитесь, напрягаетесь, прям реально, нужны белки из мяса. Если человек уже подрос немножко, лет за 40, ну вот, то тогда, и не занят физическим трудом, и не спортсмен, то тогда лишнее мясо, это будет, наоборот, дефицит энергии. Потому что, еще раз говорю, будет самоотравление из-за гниения. Потому что с ферментами у нас у всех плохо. Почему с ферментами плохо? Потому что едим очень много химической пищи. То есть, добавляют консерванты, ароматизаторы, чего угодно, поэтому вот сюда убегает энергия. Идем дальше. Мы с вами разобрали возможности ухода, потери жизненной энергии с питанием. Следующий пункт – это недосып. Как ни удивительно, о нем многие забывают, и поэтому галочку нужно себе поставить – спите ли вы более чем 7 часов. Если вы обладаете стройным телосложением, у вас пониженное давление, то вы должны спать и все 8 часов в день. Оправдание ваш организм не примет. То есть, если вы этого не делаете, у вас энергии не будет. Но есть еще один такой лайфхак. То есть, часто люди творческие говорят мне так на консультации. Я сплю много, 10 часов. Ложусь, когда хочу, но встаю, когда и в 10, и в 11. И вот из-за этого тоже будет потеря энергии. Потому что биологические часы у человека настроены на солнце. То есть, миллионы лет человек ложился, когда темнеет, и вставал с рассветом. Ему просто физически нечего было делать, когда темно. Лучинку долго, знаете, полить не будешь у себя в пещере и костер. И вставать нужно было с рассветом, потому что, ну, тоже, как бы не очень удобно в узенькой и жесткой кровати спать. То есть, солнышко встало, пошел работать. И поэтому, когда мы сейчас с помощью электричества все поменяли, организм это воспринимает плохо. Поэтому ложимся до полуночи, встаем по возможности рано. Ну, то есть, соответственно, чтобы хватало там 8 часов, если вы легли в 11 и встали в 7, то это классно, это 8 часов, вполне достаточный сон. Следующая галочка, которую нужно поставить в своем чек-листе. Обратите внимание, мерзнете вы или нет. Особенно, если зимний период или осенний, или погода такая, ну, в каком-то регионе, где, в принципе, сыро, прохладно. То есть, человек, который живет в Ирландии, например, ему может быть полгода, даже летом может быть холодно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Вот если здесь вы себе говорите «да», самый простой рецепт, что можно делать? Ну, кроме того, что там утеплить свое жилище, это ясно. Самый простой рецепт, это понимать омега-3 кислоты. Подозреваю, что много рыбы вы не едите, если вы так постоянно чувствуете себя, что вы мерзнете. Омега-3 кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. Из животного сырья, то есть, это рыбий жир. Ну, можно, конечно, там изгаляться какие-то другие формы, если вам там удобнее из акулы получать. Но самое простое, самое такое доступное по цене и эффективное, это рыбий жир из мышц холодноводных рыб. То есть, там нет токсических веществ, а омега-3 кислоты в максимальной концентрации. Вот у нас, например, мегаполинол. На экране мегаполинол. А ссылка в описании. Так вот, я его сам пью. Всегда мерз, всю жизнь. Вот эту зиму прожил хорошо, спокойно, не мерзну. Пью по 2 капсулы в день. Это получается 1 грамм чистых омега-3 кислот. Ну, почти 1 грамм чистых омега-3 кислот в день. Этого достаточно. То есть, смотреть нужно не на размер капсулы, а на процентное содержание. То есть, у нас в мегаполиноле, который выпускается специально для центра рецепты здоровья, 35% омега-3 кислот. Две капсулы, это 70%. То есть, для этого достаточно. Если вы долго болели перед этим, принимали антибиотики, ну или просто вот так получилось, что одно за другим, то стресс, ну как люди говорят, тяжелый год был, то стресс, то простуды, то куда-то поехали в путешествие, очень сильно устали там, в командировку. Ну, вообще, вот как-то все не складывалось. Вот просто энергии нет из-за этого. То есть, по объективным причинам, не то, что настроение плохое, или питаетесь неправильно, а реально тяжело жить. То есть, нужна энергия прямо вот срочно, потому что иначе батарейки сели. То же самое, есть выход в омега-3 кислотах, но это долго. Что нужно сделать? Нужно провести обязательно после длительных лечений антибиотиками. Там энергия падает просто моментально. Если вы долго принимаете какие-то химиотерапевтические препараты, энергия падает моментально, потому что вы убиваете микрофлору. Микрофлора отвечает за работу витаминов группы В, за их образование, за образование серотонина, гамма-аминомасляной кислоты. Все в кишечнике. За усвоение микроэлементов. И поэтому получается, что после длительного лечения антибиотиками или любой химии, даже статинами, гормонами, противовоспалительными и нестероидами, все, что ослабляет печень и кишечник, слизистые ослабляет, влияет на уровень энергии. Даже если у вас постоянно хронический гастроит, и вы из хороших побуждений пролечили хеликобактера. Вроде дело хорошее, потом удивляетесь, энергии нет. Омега-3 кислоты, мегаполинол. К этому обязательно перезагрузка микрофлоры. Но, лайфхак, начните с детокса, то есть полный цикл кишечник, печень, кровь. У нас так и называется комплекс для глубокого очищения плюс перезагрузка микрофлоры. И во второй месяц мы начинаем перезагружать микрофлору с помощью Нибактер, особая серия. Вся эта программа выпускается специально для центра Соколинского в Петербурге. На сайте, по ссылочке в описании, вы легко найдете на экране, как она выглядит. Вот над этим я работал лет 10 думал, а потом еще сколько вот мы уже используем. То есть это глубоко продуманная вещь. Это не просто сочетание разных баночек. Это не коммерческий продукт. Потому что если бы он был коммерческий, то там бы не было ни одного чужого у нас средства. Я бы вообще все бы исключительно сам производил. Но иногда невозможно. То есть вот некоторые продукты, они настолько уникальны, что ты не можешь их повторить. Ты можешь их только использовать. Комплекс для глубокого очищения с нутэйдетоксом плюс перезагрузка микрофлоры. Там вы сразу получите и витамины, минералы для восстановления после болячек. Сложно. После такой хронической усталости. И спирулины и хлорелы. Там вы сразу получите быстрое освобождение от токсинов, которые действуют на нервную систему негативно. Там вы сразу восстановите микрофлору. Там вы поддержите обменные процессы на уровне печени. Потому что печень от слова печка. Она разогревает организм. Если у вас нет энергии, немотивированно наступает хроническая усталость, о печени нужно думать в первую очередь. Не факт, что это будет гепатит, например. Даже повышенный билирубин по ней синдроме Жильбера и тот может очень негативно влиять на состояние нервной системы и вызывать вот это состояние отсутствия жизненной энергии, когда с утра уже ничего, никак, никуда не двигаешься. Комплекс принимается в течение месяца. Есть целый подробный для въедливых людей, есть целый подробный буклет с методикой, где объясняются все составы, все противопоказания, как это действует, механизмы. То есть, иначе бы лекция была на час. Если хотите, подробненько либо скачивайте буклет, либо, пожалуйста, записывайтесь на ближайший вебинар. Вот фактически таким способом 90% людей, то есть, коррекция питания, как мы договорились, очищение от токсинов, восстановление микрофлоры, поддержка печени, омега-3 кислоты. Ну, витамины, минералы само собой, как бы, получается. То есть, если бы вы могли просто купить в аптеке комплекс витаминов, попить и все, проблема решена, вы бы, наверное, не смотрели это видео, правда? То есть, значит, вы это уже пробовали. Я вам говорю то, что вы, скорее всего, не пробовали. Или пробовали коротко. Вот омега-3 кислоты мы пьем, напомню, с осени до конца зимы. То есть, вот тогда будет реальный эффект. Вы просто не узнаете себя. Микрофлору мы перезагружаем с помощью унибактера особая серия или баланса advanced probiotic в течение двух месяцев. детокс вот у нас идет в течение месяца. То есть, вот такими длительными курсами мы добиваемся эффекта. Последняя ситуация, когда человек очень пожилой. Меня часто спрашивают маме, папе, дедушке, бабушке 80 лет. Нет сил, нет энергии. Что делать? Я никогда не советую много разных препаратов в таком случае. Потому что понятно, что у этой бабушки у нее, возможно, там проблемы с тем, что сосуды заросли, с атеросклерозом и с отвертываемостью крови. То есть, густая кровь может быть там, холестерин повышенный. В пищеварительном тракте наверняка живого места нет. Суставы беспокоят. Там диабет есть. Много, может быть, разных поводов, из-за чего у пожилого человека нет энергии. Что сделать? Как минимальным средствами добиться того, чтобы жизненная энергия у родителей, у пожилых людей была. Не надо идти полным путем. Не всегда обязательно. Но если такой, конечно, человек хочет сам, пожалуйста, можно и через детокс. Но быстро вы ему помочь можете с помощью сочетания всего двух средств. Омега-тайкислоты, мегаполинол. И улучшение микроциркуляции, движение крови по маленьким сосудам, по капиллярам. Альфа-максиэл. Если есть желание, если послушный пожилой человек, что говорите, то делает. Можно, конечно же, поддерживать печень, поддерживать микрофлору. Внимание там на кишечник, то есть запоров не должно быть. Но в целом, чем старше человек, тем меньше средства ему нужно. Как ни парадоксально. Обычно мы говорим, мы становимся старше, болячек больше, нужно все силы, все деньги тратить на лечение. Мой вам совет. После 80 лет обращайте внимание на главное. Будет влиять на диабет вот эта комбинация? Будет однозначно. На сосуды будет? Будет. Но клеткам это даст быстрое питание головному мозгу, сердцу, самым главным, тем органам, которые для человека в возрасте важны. Для того, чтобы он себя чувствовал хорошо. Ваша задача, когда нет жизненной энергии, у молодого человека, вернуть все к абсолютной норме. У человека в среднем возрасте мы стараемся, чтобы мы были с вами работоспособны. У человека в пожилом возрасте нет жизненной энергии, ему нужно просто дать спокойно жить, ему нужно дать вот такую вот поддержку регулярно. То есть, месяц пьем, например, омегу, месяц альфа-максиэл, месяц омегу, мегаполинол, месяц альфа-максиэл. И вот так по кругу. И вы увидите за полгода другую ситуацию. Если вы живете не в России, для вас доступен, например, коэнзим-Ку-10 в хорошей дозировке 120 мг в день. Вот можете к этому добавить еще. Для человека утомленного, переутомленного, коэнзим-Ку-10 120 мг в день. За один поем утром коэнзим-Ку-10 должен быть качественным. Вот у нас, например, в европейской системе специально коэнзим-Ку-10 потенцирован экстрактом черного перца, то есть усилен, и альфа, извините, л-карнитином, для того, чтобы он лучше усваивался. Каэнзим-Ку-10 дает клетке непосредственно энергию, то есть у нас энергия из жиров, из углеводов, в том числе из холестерина, и для того, чтобы протащить жиры в клетку используется карнитин в организме, а внутри уже клетки вот это сгорание с образованием энергии, с образованием АТФ, аденозин-Ти-посфорной кислоты, которую вот мы прям чувствуем, оно происходит в присутствии коэнзима или кофермента Ку-10. Поэтому это тоже способ. Но начинайте с образа жизни, с питания и с образа жизни всегда. А дальше уже вот добавляйте те вещества, которые я вам сказал. Последнее к образу жизни что относится и последнюю галочку, которую нужно поставить, независимо от возраста. Сколько вы пьете воды? Если вы пьете меньше одного литра воды, ваш организм будет засушенный и переутомленный. Поэтому нет жизненной энергии, проверяйте. Сколько пью воды в день? Правда литр чистой воды пью? Или все-таки это даже не каждый день получается? Ну вот такая форма новое видео, потому что я подумал, что мое лицо уже за 16 лет практики немножко поднадоело. Может быть кому-то удобнее, когда вы просто не смотрите постоянно на меня, а немножко и слушаете. Увидим по вашим комментариям, по вашим лайкам, как вам удобнее. такие видео и будем снимать. Пожалуйста, обязательно пишите в комментариях, что бы вам хотелось, какие темы хотелось бы рассмотреть, но естественно из области практики, потому что все, что я вам могу рассказать, это полезно, это поделиться тем, что я применял на практике, там, где я получал результат, у тысяч людей, которые за это время обращались в центр Соколинского, поэтому лайки и всякие поделились, репосты, подписки на соцсети, это для нас очень важно, потому что это позволяет понимать, как тем, кто только собирается использовать систему Соколинского, какие возникают вопросы, что вам хотелось бы знать. Пользуйтесь на здоровье, не забывайте переходить по ссылкам на сайт и там уже будет конкретика, если вы что-то сейчас не услышали или недопоняли. Берегите себя! на сайт на сайт на сайт